тема нашей лекции сегодня будет основные ошибки в практике йоги как их исправить лучше как их предупредить и не совершить я думаю что наши беседы мы с вами построим следующим образом мы обсудим основные проблемы и вопросы с которыми сталкиваются начинающей практике когда решают вообще заняться йогой потом разберем те моменты которые возникают у тех кто уже стал продолжающими или опытными практиками в завершении поговорим о самих ошибках то есть попробуем структурировать систематизировать эти ошибки и найдем пути их решения то сколько заниматься чтобы был результат меня часто спрашивают сколько нужно чтобы сесть в шпагат тоже кстати погата это одна из любимых асан порой у человека особенно когда в депрессии ему нужно понять зачем ему это делать то есть ну и для чего что он может от этого получить учитель очень важен опора на учителя или наставника на то есть человека который для вас в той или иной степени авторитетен я очень много всего да про удержаться на пути говорю возможно вы подумаете а что такого но уйду с пути побуду без пути некоторое время потом вернусь ничего страшного в йоге очень важно соблюдать два принципа которые описал нам патанджали два таких санскритских слова это абхиаса и вайрагия для того чтобы понять что ваш практика практика эффективно вам нужно понаблюдать развивается ли у вас больше положительных качеств например стали ли вы добрее сострадательней уменьшились ли у вас какие-то отрицательные эмоции гнев основном самая большая проблема вообще нашего поколения это гнев посвящение заслуг это отдельная практика эта практика которая помогает вам преодолевать ваше эго потому что эго это наша защита мы не сможем в этом мире без эко в любом случае существовать то есть если вы полностью растворите эго вы сами тоже растворитесь нам нужно еще много полезного в этой жизни сделать поэтому придется искать золотую середину тренировка будет не совсем обычная предложу вам поработать блоками поработать блоками которые будут себя включать проработку тазобедренных суставов проработка укрепления мышц спины и пресса и проработка вытяжения спины то есть направление на гибкость и силу спины очень часто мне приходят вопросы о том каким образом сделать почему-то на асану каким образом сделать какую-то асану на раскрытие тазобедренных сустав вот я надеюсь что сегодня мы с вами проведем эту практику и вы для себя что-то почерпнете может быть когда будете заниматься самостоятельно или будете заниматься например по этому комплексу дальнейшем а